Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не был бы так уверен, у меня очень плохое настроение Я тебе не враг Я просто помогаю Цири Я не верю тебе После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить А мне? Авалак говорит правду Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню Потому что я хочу туда войти Зачем тебе туда? Дикая охота поверженная Но не белый хлад Предания говорят правду Я видела миры, скованное льдом Я видела, что вас ждет Только старшая кровь может остановить белый хлад Только я Не обязательно приносить тебя в жертву Ты ошибаешься Белый хлад неизбежен Он идет Вымораживая один мир за другим Уничтожая всякую жизнь Только я могу остановить разрушение Я долго думала об этом И уже все решила Должен же быть другой выход Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак Это моя история Не твоя Позволь мне ее закончить Не поступай так со мной Прошу Не сейчас Геральт, поверь мне Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму Бить глинтвейн Сушить сапоги Но я не могу Я должна попытаться Ради тебя Йен Трис Всех Держи за меня кулаки Держи за меня 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 Прошу за мной Держи за меня Держи за меня от каек его величество ждет довольна говори цири мертва как это случилось знаешь пророчество о белом хладе цири попыталась его предотвратить ей удалось но она заплатила за это самую высокую цену где тело не думаю что его когда-нибудь удастся отыскать кто еще знает овал лак эльфский знающий но его ты тоже вряд ли найдешь а йеннифер она решила остаться на севере если у тебя нет возражений нет что ты это не твое дело уже нет цирилла говорила что-нибудь она хотела мне что-то передать мы не говорили о тебе я понимаю если это все то я пойду не все но ты можешь идти ведьмак я не хочу не хочу тебя больше видеть и не не Это точно. Еще как справимся. Бочки-то доверху полные, но сейчас мы чутка отольем. Грядут перемены. Это точно. Нильфы бегут. Оказалось, ничем-то их не возьмешь. Вот и винцо свое бросили. Мне пора. Удачи вам. А вы куда? До корчмы, надо думать. Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого нильфгардского лагеря. Бывайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то его задержало. Субтитры создавал DimaTorzok Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зираэль Ласточка Руны старшей речи. Классическая. Без стилизации. Точная и просто. Можно. Он ваш. Если желаете попробовать, я велел под мастерьем поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про стрыгу в Мориборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак. 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 Незащитникам. Отныне благородный Дагвар берет эти земли в милостивое владение. Все прочие налоговые боли. И мы сидели бы тут черные до Йоля, а то и дольше. Все? Да. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это Закуралиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. Это твой. Ведьмачий меч. Ласточка. О, чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка. Значит, надо его испробовать. Война с Нинкардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Ротовида, королевства Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгир. Черные знамена взялись над Нинкардом Эльгаром. Измученный неустанными набегами тимирских партизан, Эмгир Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего лица. Тимирцы сложили оружие, а император благодаря этому смог сосредоточить силы на других контактах. Так, благодаря победе Нинкарда, тимирцы вновь обрели свою отчизнь, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливый сюжет. Расправившись с Родовидом, Эмгир Вар Эмрейс рассчитался за темы с внутренними мата. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов, император не знал жалости, как всегда. В то время как континент был обескроулен войнами, на Скеллиге под началом Керес начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева, вместо разорения чужих земель, сосредоточилась на заботе о собственных ворчах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю мать. Цирилла Фиона Элене Анон, наследница Нильгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмопов. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел в своей. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор в воде. А как же Геральт, спросите вы? А что такого с ним могло сделать? Он вернулся к своему ремеслу. Жил от заказа до заказа, вечно в дороге, вечно без денег. Иногда мы встречались с ним за рюмочкой чего-нибудь крепкого, чтобы вспомнить старые времена и задуматься, что было бы, если бы. Субтитры создавал DimaTorzok